Большой проблемой села Покровка долгие годы был мост, через который шло движение к элеватору, соседнему населенному пункту, знаменитым Цветым пещерам. С началом работы Покровского завода металлоконструкции через мост пошли большегрузные машины, и ветхая деревянная переправа стала небезопасной. Просьбу помочь со строительством нового моста избиратели адресовали своему депутату Евгению Сусоеву. Этот мост будет с гарантией на 50 лет, сделан будет для людей, специально пешеход, отдельно через этот мост. То есть независимо транспорт идет, а люди могут спокойно идти, барьерное ограждение не мешает транспорту. Так что мы, депутаты, Александр Федорович Коньков, я, выполнили свое слово и самое главное сделали добро для людей. Пройти по новому мосту жители сел смогут уже в сентябре. Не станет он препятствием и для большегрузных машин, сельскохозяйственной техники. Вмешательство депутата Сусоеву помогло решить и дорожную проблему Хуторское. Чтобы выехать на асфальт с грунтовой дороги, раньше приходилось преодолевать десятки километров вдоль посадки. Теперь на кратчайшем расстоянии от населенных пунктов оборудован съезд, установлены дорожные знаки. 130 лет исполняется в этом году Новосергиевской средней общеобразовательной школе номер один. Давно построены здания, в которых она располагается сейчас, учебному корпусу, например, 60 лет. И требовал он серьезного ремонта. Новосергиевская школа получила от законодательного собрания миллион рублей. Благодаря этим вложениям и финансовой поддержке со стороны муниципалитета, учебное заведение приобрело новый, современный облик. Депутат Сусоев осмотрел классы, обновленную кухню, оценил качество выполненных работ. Только положительные впечатления производит и сельский детский сад «Дюймовочка», на ремонт которого было выделено 2,8 миллиона рублей. На депутатские средства, предназначенные для реализации социально значимых мероприятий, в детсаду были отремонтированы крыша и помещение, пострадавшее от протечек. Сегодня садик не только соответствует всем нормам, но и не уступит многим городским дошкольным образовательным учреждениям.